За вот эти несколько месяцев, пока вы находились там, про судьбу Ресянка очень много всплывало, разной информации, да, и много о нем говорили. Слезываете как-то ваш арест, может быть, с личными счетами, или какой-нибудь коррупционной составляющей этого права? Безусловно, потому что, как я уже сказал, я очень опытный, к сожалению, в этом плане, и пора меня, наверное, заносить в российскую книгу рекордов Гиннесса, или российскую книгу рекордов, которая существует, потому что все мои участия в судебных заседаниях подтвердены документально. И, конечно, уже больше 10 лет я в Белогорске здесь, а последние 8 лет активно защищаю свои предприятия в этих судах. Я вижу отношения судей ко мне. Конечно, у меня с кем-то сложились личные взаимоотношения. И вот именно то, что эти отношения были, помимо судебных, личных отношений, да, они были всегда по инициативе судьи Борисенко, звонки, встречи, какие-то мероприятия, но они имели место быть. Это давало мне основу полагать не то, что у нас будет какая-то, знаете, что он подружески мне что-то простит, простит или позволит что-то незаконное, а в рамках закона просто всесторонне рассмотреть это уголовное дело и дать возможность на законные методы защиты. Но как-то, и мы терпеливо очень ждали с адвокатом, когда обвинение излагало всю, так сказать, суть тех небылиц, которые собраны в этом уголовном деле. Мы, как воспитанные люди, знающие закон, знаем, что первое свое обвинение, значит, излагает сторона обвинения. И мы слушали следователей, мы слушали свидетелей, родственников Анастасии Гнединой, которые несли всякие небылицы, про прогнутые сетки рапиксы, про то, что тигр бросился, захватил за кофту маленького малыша. И если это послушать, то буквально может сложиться впечатление, что в зоопарке опасно ходить по аллеям, вас может схватить вашего ребенка тигр и затащить в аллее. Но мы терпеливо это слушали в расчете на то, что у нас есть своя позиция, у нас есть свои следители, у нас есть что подвергнуть экспертизе и какие ходатайсы должны быть удовлетворены судом. Нам было отказано, ну разве что не в последнем слове моем и в выступлении моем, во всем остальном было отказано. И когда мы перешли к нашей позиции, она была скомкана буквально в одно-полтора заседания. И мы были просто в шоке, и была видна заинтересованность судьи в обвинительном приговоре. А те встречи, которые неформальные проходили, там очень много всего вокруг этого дела, говорили о том, что судья просто взял обвинительное заключение и там сказал своей помощнице, говорит, печатай обвинительный приговор. И что же мы увидели в приговоре? Мы увидели в приговоре один в один перепечатанные фразы из обвинительного заключения. Это запрещено законом. В постановлении пленума, он у суда четко говорит, что обвинительный приговор, он должен содержать информацию о судебном следствии, в котором выясняются очень многие подробности. И то, что было первично в обвинительном заключении, порой распадается до неузнаваемости. Однако, судьей Борисенко были все показания, которые не были в пользу в этом уголовном деле, в пользу обвиняемого, они были снивелированы, были просто не замечены, либо были подвергнуты сомнениям. И напротив, все показания Анастасии Гнединой и ее родственников, мамы, отца, они не требующие доказательств аксиомы и приняты за чистую монету. Поэтому, это было безусловно обидно, потому что как раз заинтересованность родственников Анастасии Гнединой понятна, потому что нужно было скрыть факт нарушения правил безопасности, обвинить директора, успешного человека, о котором, естественно, они узнали через интернет или что-то. Но это уже не первый случай, я прекрасно уже знаю психологию людей, когда есть возможность опекунуть на каком-то таком мероприятии и взыскать, в данном случае, 5 миллионов был заявлен иск, то это люди делают. И следствие, к сожалению, их в этом на каком-то этапе поддержало и пошло в сторону обвинительного заключения. Поэтому, к сожалению, личная мотивация я не говорил ни в суде, ни даже своему адвокату о каких-то расписках, о наших каких-то взаимоотношениях, потому что, ну я до последнего надеемся, что будет какой-то объективный приговор, возможно штраф и там, да, мы будем его обжаловать, но не будет вот такого реального срока и того, что вынес судья Борисенко. Однако это все случилось, вот, и потом я, естественно, отдал ключи, и Оксана перебирает мои документы, нашла расписку, и, конечно, учитывая огромное количество наших сторонников, подписчиков, вот, это уже стало всеобщим достоянием, вот, и я не думаю, что есть еще один какой-то подсудимый, который осужден судьей, и тут он на судью достает расписку в оригинале, где этот судья у него занял 30 тысяч долларов. Мне кажется, что в российской практике такого нет, на всяком случае я в тюрьме спрашиваю, никто об этом не слышал, вот, чтобы какие-то были взаимоотношения, которые могли бы намекнуть даже на предвзятость судьи, на его, значит, заинтересованность в исходе дела. Поэтому, если для меня это было, было право сделать отвод судей в данном случае, и чего я боялся сделать из-за того, что, ну, во-первых, когда точно все маски будут сорваны, и дело будет рассмотрено не в мою пользу, вот, да. Судья Борисенко, это его была обязанность, зная о наших взаимоотношениях, которые не только этой распиской ограничивались, а было много всего другого, о чем были готовы уже рассказать свидетели в другом заседании, вот, и он должен был взять самоотвод и передать дело другому. Судье, который в данном случае был, ну, не связан с там, со мной подобными взаимоотношениями. Если на суде Борисенко в дальнейшем будет возбуждена какая-либо проверка, возможно, уголовное дело будет на него заведено, за его такие действия, вы будете в этом принимать участие? Слушайте, на свете так много, грубо говоря. За свои слова, особенно, которые сделаны так громогласно, всегда нужно нести ответственность до конца, и я, я не решил еще до конца, буду ли я подавать правоохранительные органы, от этого меня удержали, мои же адвокаты, что нужно это вот сохранить до решения Верховного Суда, а сегодня такая перспектива, и Верховным Судом указано, что мы можем обжаловать действия судьи Борисенко в других правоохранительных инстанциях и, значит, в коллегии по аттестации судей. Вот, будем мы это делать или не будем, это дело в ближайшем будущем, и решать мы будем этот вопрос с адвокатами.